Всех приветствую, мои дорогие! Была я также в этом месяце в магазинах Beauty Market и Magnit Cosmetics. И сейчас хочу вам показать, что же я там купила. На самом деле покупок было очень мало, поэтому я их покажу все в одном видео. Начнем мы с магазина Beauty Market. Приобрела я там две черные туши. Давно мне хотелось приобрести туши белорусских марок. И вот увидела в этот раз. И так как в этот день скидка была на все 20%, то я решила купить. Но пока открывать не буду, потому что у меня сейчас есть начатые туши. Первая тушь у нас от Reluid. Тройной эффект. Вот так она выглядит. Вот такая информация. Стоила она 209 рублей, но мне со скидкой обошлась в 167 рублей 20 копеек. И вторая тушь идет от Belor Design. Вот так она выглядит. Называется 5 звезд. Достаточно много обещает. И стоила она 199 рублей. Мне обошлась в 159 рублей 20 копеек. Также я приобрела там ватные диски, потому что они у меня быстро идут. Так называется марка. В такой марке я еще не брала ватные диски. Здесь 150 штук. Я еще ими не начинала пользоваться. И стоили они 72 рубля. Со скидкой мне обошлись 57 рублей 60 копеек. И последнее, что я там приобрела, это был набор кистей. Стоил этот набор 219 рублей. Со скидкой мне обошелся в 175 рублей. Решила, за такую цену кисти лишними не будут. Давайте я открою, покажу, что туда входит. Я не знаток кистей. Кистями пользуюсь не часто, потому что тональный крем мне удобнее пальцами наносить. Тени я часто аппликаторами наношу. Вот такая здесь кисточка. Я так понимаю, что для пудры. Для теней. Расчесочка и щеточка для бровей. Такой кисточкой тоже удобно. Либо стрелку делать, либо тени в уголок наносить. Ну, я имею в виду, что мне удобно. И вот такой аппликатор. Не знаю, на сколько их хватит, но я думаю, что буду ими тоже с удовольствием пользоваться. У меня каких-то хороших, дорогих кистей нет. Поэтому мне, конечно же, сравнить не с чем. Поэтому вот и таким кистям рада. И это были все покупки в бьюти-маркете. Взяла также там вот такую газету. Как вы видите, здесь написано, что должны быть скидки на Риммель, Буржуа, Макс Фактор в июне. Дело в том, что в том магазине, в который я хожу, ни Буржуа, ни Риммель, ни Макс Фактор косметики нет вообще. Там вообще мало декоративной косметики. Ну, вернее, как много, ну, относительно много косметики белорусских марок. И совсем чуть-чуть стоит Лореаль, Мейбелин, Катриса и Эссенс. Ну, такое впечатление, что очень давно косметика не завозилась и буквально распродают остатки. Потому что вот каждый раз я захожу, нового я ничего не вижу, а та косметика, которая есть, ее на стендах все меньше и меньше. Я имею в виду косметику тех марок, которые я назвала. И теперь давайте покажу, что я приобрела в Магнит Косметик. Тоже я была в тот день, когда была скидка 20% на все. И купила я вот такой бокс для косметики. Стоил он 99 рублей. Мне он обошелся 79 рублей. Ну, почти 80 рублей. Вот так он выглядит. И я его взяла для того, чтобы в нем хранить ватные диски. Давайте сейчас поставлю камеру, покажу. Здесь крышка открывается. Вот так крышка. Закрывается. Ой, даже не смотрю, куда закрываю. Вот, закрывается. Так, информация, кому интересно. Давайте вот возьмем ватный диск. Ватные диски. Ну, я так понимаю, вот кладете и отсюда их можно вот так поставить на стол и вынимать. Ну, можно даже вот так положить. В общем, я хочу сюда ватные диски положить. И уже из этого бокса, когда макияж делаю, по мере надобности их доставать. Так, крышка что-то у меня не очень плотно закрыла. Не знаю, сколько он прослужит. Я бы не сказала, что вот прям как-то он супер шикарно выглядит. Но мне кажется, что это такая будет удобная в использовании вещь. И так же я еще купила расческу. Стоила она 25 рублей. Со скидкой мне в 20 рублей обошлась. У меня старшая дочка скоро поедет в лагерь. В лагере бывает, что вещи теряются. И я ей просто хочу с собой побольше положить расчесок. И вот просто купила очередную новую расческу. Положу ей с собой, как запасную. Вдруг потеряет или возьмет кто-нибудь. А так у нее еще будет. Вот такая. Ну, обычная расческа. Выбрала из того, что было, как мне показалось, самой симпатичной. Также я увидела в единственном экземпляре. И решила попробовать вот такую тушь. Это у нас тушь Невская. Вот так называется. Не буду коверкать. Вот так она выглядит. Так. Тушь для ресниц объемная. Черная. Вот так выглядит. Она стояла одна одинешенька. Раньше рядом только были ленинградские туши в коробочках. Стоила она... Сейчас я вам скажу, сколько. Так, стоила она со скидкой 64 рубля. Без скидки стоила, по-моему, 80 рублей стоила. Ну, и так как она вот так стояла в одиночестве, я думаю, что их, скорее всего, разобрали. Буду пробовать, немножко буду пробовать с опаской. Дело в том, что вот на тушь, которая в коробочке ленинградской, я ее один раз всего попробовала. Потому что у меня мама такой тушью любит краситься. У мамы на другую тушь аллергия. А у меня аллергия была как раз на эту тушь в коробочке. То есть я ее нанесла. У меня просто вот распухли, опухли глаза, в щелочки превратились. И поэтому, конечно, с опаской буду наносить эту тушь. Потому что я так понимаю, что это тушь... Вот я смотрю город Санкт-Петербург. Я так понимаю, что это тушь той же марки, что и тушь в коробочке. Если я, конечно, ничего не путаю. Но меня заинтересовало, и я решила, почему бы не попробовать. Во-первых, бюджетная. Во-вторых, всегда радует, когда я вижу, что и в нашей стране что-то производится. И вот и взяла тоже. Но сейчас пока не буду пробовать. Потому что, как я уже говорила, у меня есть открытые туши. И последнее, что я там приобрела. Это были две мицеллярные воды. Абсолютно одинаковые. Дело в том, что на них была акция. И стоили каждая по 83 рубля. Я решила, что за 83 рубля надо брать и брать две. Потому что с той поры, как я стала снимать косметичку на неделю, у меня мицеллярная вода стала расходоваться намного быстрее. Потому что я в видео делаю сводчи. И, соответственно, потом эти сводчи стираю, используя, в основном, если вот что-то не оттирается, использую мицеллярную воду. Дело в том, что я часто, ну, приходится делать несколько дублей, когда прерываюсь из-за детей или еще по какой-то причине. И, естественно, прежде чем снимать очередной дубль, предыдущие сводчи я удаляю. И удаляю с помощью, естественно, ватных дисков и мицеллярной воды. Вот поэтому у меня в последнее время ватные диски, мицеллярная вода идут как-то побыстрее. И мне такая цена показалась привлекательной. Это у нас идет мицеллярная вода. Как тут написано, даже для сухой и чувствительной кожи. Очищение плюс уход. Удаляет макияж одним движением. Успокаивает и ухаживает с первой секунды. 20% активной сыворотки действует мгновенно. И здесь у нас 250 мл. Цена мне показалась привлекательной. Так она стоит, по-моему, или 170 рублей, или что-то около того. Если верить информации, которая была у них написана. Вот так выглядит. Я такую воду еще не пробовала. Вот взяла две. Буду пробовать, буду использовать. И это было все, что я приобрела в этом магазине. Весь магазин обошла, все посмотрела. И абсолютно ничего мне не приглянулось. Я даже, скажу честно, порылась в корзинках, в которых по разной цене была продукция. Это я ездила по делам. И была в магнит-косметик, не в который я обычно хожу. А, скажем так, совсем в новый для себя. И там стояли и корзинки, в которых там была продукция по 199 рублей, по 299 рублей. Еще по какой-то цене. Да, я там порылась, скажу честно. Ну, абсолютно ничего мне не приглянулось. Хотя там много всего было. Также я посмотрела с Тенда и со Стеллари, и с другими марками тоже абсолютно. Почему-то ни к чему у меня рука не потянулась, ничего не захотелось. И поэтому в этот раз у меня совсем такие, скажем, небольшие покупки. И всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok